Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс обусловлено временем и высокими требованиями компетентности выпускников образовательных организаций. Виртуальная реальность моделируется компьютером и рассматривается в качестве особой информационной среды, в которой все объекты представлены в трех измерениях. Ее отличительной чертой является изменение изображений в режиме реального времени и переживания эффекта присутствия. В образовательном процессе виртуальная реальность может служить методом, средством и технологией обучения одновременно. О перспективах развития данного процесса в образовании поговорим с гостями нашей программы. Здравствуйте! В эфире телеканала Архиз 24. Своё дело. Карьера начинается с детства. Частная школа Медина была создана более 20 лет назад. Сегодня здесь преподают не просто утвержденную общеобразовательную программу, но ряд предметов и факультативов, способствующих всестороннему развитию ребенка. Иностранные языки, уроки музыки и танцев, предмет этики и трудовые технологии. Комфортные мини-зоны, оснащенные для отдыха и занятий спортом. Трехразовое горячее питание. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Качественное выполнение домашних заданий в школе. А также применение виртуальных технологий в учебном процессе. Всё это ждет вашего ребенка в дружной школьной семье. Набор детей ведется на постоянной основе с шести лет. Более подробную информацию можно получить по адресу улицы Первомайская, 47 или позвонив по телефону 25 00 56. Гость сегодняшней программы, директор автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Частная школа Медина» Канцерова Надежда Магомедовна. Здравствуйте, Надежда Магомедовна. Здравствуйте. Рада видеть вас сегодня у нас в гостях. Прежде чем мы поговорим о вашей школе, давайте немного расскажем нашим телезрителям о вас. Расскажите, как так получилось, как вы пришли к тому, что решили открыть частную школу? Что повлияло на вас? Был ли у вас до этого опыт какого-то рода? Может быть, бизнес или образовательный опять-таки? Почему приняли решение, что нужно открывать? Да, опыт у меня был, потому что, будучи еще студенткой, на последних курсах. Я перешла на индивидуальный график. Я работала в музыкальной школе. Вот, был еще такой у нас певец, директор музыкальной школы в Усть-Джигуте, Навар Мудалифович Баташев. Он, к сожалению, уже умер. Был очень талантливый, прекрасный певец. По его приглашению я ездила, работала в Усть-Джигуте. Но меня вот как-то все время беспокоила мысль, что в труднодоступных для учащихся аулах... Не было транспорта, не было учителей. Ну, не было, в общем-то, условий для того, чтобы дать детям развитие музыкальное, художественное и так далее. Ну, художественное, конечно, у меня не получилось. Но вот в плане музыкального образования мне пришла идея открыть музыкальные школы. И в Новой Джигуте по моей инициативе я обратилась в среднюю общеобразовательную школу, познакомилась с директором, с завучем. И они мне помогли, собрали родительские собрания, где я выступила, пояснила людям, объяснила, в общем-то, о том, как музыка влияет на формирование личности, на мировоззрение ребенка, на восприятие вообще мира. Эти дети совершенно по-другому смотрят. И нашли открыт, в общем-то. Да, да, это, значит, идея была положительно воспринята. И где-то человек 25-30 учеников ходили вот в эту школу. И я до сих пор их встречаю. Они с благодарностью всегда высказываются о том, что они уже и своих детей образовали. То есть вот так вот была открыта эта школа. Это я еще, да, была студенткой. Она много лет существовала. Сейчас я, правда, уже вот не знаю, потому что уже пришлось обычную общеобразовательную школу открыть, потому что очень многие родители заняты и не могут до конца проконтролировать вот рабочий день ребенка. Даже мой опыт, работая целый день, ты беспокоишься о том, как твой ребенок дорогу перешел, как он уроки выполнил, как он поел, не поел. Все вот эти вопросы бытовые тоже как-то в напряжении держат родители в течение всего рабочего дня. И вот эта вот идея создать школу полного дня, чтобы ребенок пребывал от и до. От и до, да. Он и базовую программу получает, да, государственный стандарт. Он и домашние задания выполняет. У него трехразовое питание по режиму. Часовая прогулка на свежем воздухе. То есть все это контролируется. Да, и помимо всего этого там этические нормы, которые прививаются, навыки поведения ребенка. Вот давайте, кстати, более подробно вот о вашей организации. Сегодня школа из себя что представляет? Чем она отличается от обычной общеобразовательной? Какие предметы вы еще помимо этого преподаете стандартных? И вот что человек, ребенок именно и родители, что могут получить? Качество образования. В нашей школе мы это уже давно поняли. И работаем над этим еще с большим усердием. Он выше. По той причине, что наполняемость класса небольшая. Внимание и работа учителя направлена, вот смотрите, то ли на 30 детей, как в обычной школе, или на 10 детей. Наполняемость класса небольшая. То есть выпадет человек. 10-12 человек, да, в классе. Это дает учителю возможность охватить каждого ребенка. И, естественно, усвояемость материала гораздо выше, чем в обычной школе. Это раз. Во-вторых, я уже вот еще раз повторюсь, тут успевают в течение дня прививать и этические навыки. Там полностью медсестра, воспитатели следят за здоровьем, гигиенические вот эти вот моменты. Соблюдается полностью каждый момент этого режима, полного этого дня. Своевременное питание, качественное, очень качественное питание, потому что у нас медсестра, она еще диетолог. Ага. Да, она следит, если вот... Какие-то... То есть пропагандируете здоровый образ жизни. Да-да-да-да, пропагандируем так, чтобы у детей и все это было в полной такой гармонии. Вот. Ну, что еще? Как происходит отбор детей? Отбор детей. Вот возраст сегодня, кто может к вам прийти, попасть вот в вашу школу, и, соответственно, как вы сами проводите этот отбор? Вы знаете, сказать, чтобы особо мы детей отбираем, мы не можем сейчас это утверждать. Почему? Потому что учиться должен каждый ребенок. То есть это на правах как бы... На правах. Любой человек может заниматься? Конечно, конечно. Они проходят соответствующие тесты. Даже ребенок, если и не прошел тесты, он учиться все равно обязан. Но родитель должен видеть, какой был уровень подготовки ребенка до. И потом, работая, они уже видят, насколько... Результат растет, да? Да. А возраст какой? Шесть лет, шесть месяцев. Выше? От шести лет, да? Шесть лет, шесть месяцев, первый класс. Ага. Все. И до одиннадцатого класса у нас... То есть вы ведете до одиннадцатого класса? Конечно, конечно. На нашей школе в этом году исполнится 22 года. Поэтому мы уже... Серьезный возраст. Да. Работаем достаточно лет. Вот. Опыт у нас уже есть. У нас выпускники, которые каждый год к нам приезжают. Вот мы как-нибудь вас пригласим, чтобы вы осветили это всем жителям республики, чтобы все видели и понимали, что все-таки есть... Есть разница, да? Разница, да. Когда ребенок в режимном таком состоянии или он сам себе предоставлен. Ну, конечно, обучать не у всех есть возможность, потому что это все на платной основе. Что касательно педагогического коллектива, кто люди, которые обучают детей, как их отбирали и насколько высок их уровень подготовки? Ну, учителей мы, честно говоря, отбирали на конкурсной основе. Большой коллектив сегодня? Коллектив. Ну, весь коллектив составляет 22 человека. Педагоги именно, да? Одни педагоги, если только педагогов взять, ну, человек 16, потому что там же и бахта, и медики, и повара, там и так далее, там полный штат. В Республиканском институте повышения квалификации они проходят все курсы, как положено, подтверждают квалификацию, степень квалификации. То есть уделяете этому вопросу? Обязательно, конечно, конечно. Мы аттестованная, аккредитованная школа. Скажите, пожалуйста, ваши воспитанники, кто вот эти дети, скажем так, они только из республиканской столицы, или, может быть, они со всей республики могут быть, да? Вот как к вам приходят, с какими вопросами люди обращаются, то есть вот приходят, говорят, хочу, чтобы ребенок у вас учился. Какие вот эти дети? Ну, вот смотрите, приезжают не только жители Черкеска. У нас обучались из Карачаевска. У нас с Усть-Жигуты очень много детей обучались, позаканчивали. Многие дети получили золотые медали. Вот. У нас практически, если есть выпуск, то обязательно на золотую медаль заканчивают школу. Сами понимаете, не учиться вариантов нет. И с утра, и после обеда все под присмотром педагога. Пока он не выучит, пока он не сдаст учителю все вот эти блоки заданные, он освободиться не может. Поэтому строго контролируется в выполнении домашнего задания. Да, прививают самостоятельность. Обязательно, чтобы ребенок это учился делать сам. Первое время как-то помогают, а потом уже дети приобретают уже самостоятельность. Что касается такого вопроса, который волнует очень многих и родителей, и учеников ЕГЭ. Вот как вы проводите подготовку именно к единому государственному экзамену? Насколько тщательно внимание уделяете вот этому вопросу? Ну, подготовка идет очень серьезная. Начиная с сентября месяца, параллельно обучению, они, конечно, об этом помнят. И поэтому все эти проверочные работы, да, все проверочные работы по графику проводятся. Очень серьезно к этому относятся родители. У нас еще не было случаев, чтобы ребенок не смог сдать или ОГЭ, или ЕГЭ. Результаты всегда хорошие, потому что, ну, учителя опытные, они уже знают. И психологически подготовлены, да? И психологический настрой, да. У нас дети вот экзаменов не боятся. Раньше, до того, как пройти аккредитацию, мы сдавали на базе какой-нибудь школы. И, вы знаете, руководство тех школ, куда нас прикрепляло Горано, они всегда просили, если вдруг эти дети захотят когда-то вот перейти в другую школу, то, пожалуйста, давайте они будут учиться у нас, потому что... Дисциплина, да. Да, ну и риторика, да, вот обучение ораторскому искусству, все это как-то у них проявлялось более ярко. Да, да, да. Дети как-то умели совладать, держать свои эмоции под контролем. Да, и отвечали на таком уровне, что всем всегда все это... Надежда Магомедовна, вы как директор вот такой организации, да, сталкивались ли вначале с какими-то трудностями, или, может быть, сейчас? Что самое сложное вот в постановке такого, скажем так, дела, как общеобразовательная организация? Ну, что самое... Конечно, если арендуешь помещение, то сложности заключаются в том, что тебе вот... Техническая база, в общем, да? Техническая база, ее нужно оснастить в школу так, чтобы детям было интересно и... Завлекало, в общем, да. Завлекало, да, 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 да. Да, это очень немаловажно, чтобы как-то техническая сторона отвечала самым, скажем так, последним, да, высоким вот запросам. Большая часть вашей работы — это все-таки общение с людьми, и с родителями, и с детьми в том числе. Вот что самое важное в общении с человеком, с учеником, скажем так, и с его родителем? Я думаю, доверие. Вот когда ребенок верит в тебя, доверяет тебе, то у него и дома такая атмосфера. Они, между прочим, очень многие дети как-то немножко перестраивают мнение родителей. Были даже такие случаи, да. Ну, родители же как-то по стереотипу привыкли, что если что-то у ребенка не так, школа виновата и так далее. Ну, немаловажное значение имеет и то... Домашнее воспитание. Да, домашнее воспитание — та среда, в которой этот ребенок рос и воспитывался. Поэтому, когда ребенок попадает в среду, где ему каждый день говорят добрые слова, заботятся о нем, он видит вот это отношение, и, несомненно, это срабатывает, да. Да, у него меняются, он как-то переставляет прерогативы, все, и идет в семью уже вот... Настроенный, да, на позитив. На позитив, да. И родители сами признавались, я говорю, вы знаете, вот благодаря вам мы изменили немножко мнение. Все-таки, оказывается, бывают и такие учителя, у которых действительно вот такое отношение к ребенку, все. Вы себе не представляете. Даже в перерыве, когда учителя пьют чай или кофе, я давно уже не удивляюсь. Они говорят о детях, что он вот наконец-то выписал эту букву «Д» или «З» или что-то. Да, 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 я говорю, да вы хоть на первые о чем-нибудь другом поговорите. Нет, даже вот каждая из учителей делится своими какими-то успехами. Своими какими-то... Своими какими-то детей — это их успехи, получается. Да, да, да. А помимо этого мы знаем, что недавно вы участвовали в президентском гранте, конкурсе президентских грантов, совместно тоже с «Зрятали» Аджиевым, и представляли проект, который связан с внедрением виртуальных технологий в образовательный процесс. Вот немного расскажите об этом. Как подготавливали этот проект и на какой стадии сейчас он уже находится? Что планируете по внедрению? Да, мы... Действительно, нам очень повезло, что мы познакомились с таким умным, обаятельным молодым человеком, который... Азвета Алиаджиев, с которым мы познакомились на семинарах «Ранхикс». Вот. В чем суть проекта? Она заинтересовала, очень заинтересовала эта идея. В чем суть проекта? Ну, внедрить вот эту виртуальную реальность в образование. Каким образом? На уроках астрономии. Знаете, вот если ребенок попадает в этот мир с помощью вот этого шлема виртуального, и видит все эти планеты, все это окружает, да? Вот ты как будто окунаешься в этот мир. Эффект присутствия, да? Эффект присутствия во всем этом, да. Это настолько заинтересовывает детей. Эффект заключается в повышении интереса детей к учебе, повышение уровня образования этих детей, повышается у них усидчивость. Потому что они уже видят, да, они на книжке, да? Вы понимаете, да, да. То ли тебе это на рисунке указкой показали, где какая планета, и что возможно, и там эти солнечная система полностью там о Вселенной. То ли это ты попадаешь во все это и находишься среди этого всего. Это очень интересно. Я до конца даже вам не могу ощущения описать. Это нужно посмотреть самому. Но вы планируете не только в астрономии внедрять, да? Не только в астрономии, да. У меня возникла идея внедрить это и в изучение окружающего мира. Вы представляете деткам начальной школы, насколько будет интересно по предназначению все это видеть, как растут эти растения, да, жизни этих растений. Эти насекомые мелкие, которые не всегда можно рассмотреть, нет возможности, да, под микроскопом и так далее. А это вот живой мир, внутри которого ребенок будет находиться. Потом уроки химии. Все вот эти процессы, которые происходят, да, эти атомы, молекулы, эти микроны, эти частички, все это ты вот совершенно получишь возможность увидеть это вот как наяву, да? Да, руками пощупать как будто. Практически, да. Понимаете, вот такое ощущение. На данный момент какие этапы реализации проекта и планы? Сейчас у нас вот, ну вот о планах я рассказала, мы еще уроки истории хотим постепенно. То есть моделирование можно сделать, да? В будущем, да, учебном году мы планируем, значит, приобрести необходимый материал для уроков истории. А сейчас у нас идет только по астрономии. Мы должны закрыть проект. Она ведет беседы не только в занятия со старшеклассниками, да, в 10 классе астрономия, а уже готовит с 5 класса, сообразно возрасту детей, она подбирает нужный материал, темы, чтобы детям было понятно. И уже потихонечку проводит вне классную работу, учительница математики и физики, Людмила Николаевна Бахитова. Она уже готовит детей к будущему вот курсу астрономии. Скажите, пожалуйста, вы как директор школы, да, вот этой, какой видите ее в идеале? Чего бы вы хотели? Вот для вас идеальная вообще образовательная организация ваша какая? Ну, какой мы хотим видеть школу? Успешной. Чтобы она была успешна во всех отношениях. Честно говоря, очень много творческих у нас, как среди учителей и детей. У нас в школе очень развита внеклассная вот эта работа, кружковая. Там и вышивают, там и танцуют, там и, я не знаю, чего мы только не... Дополнительное образование. Да, да, да. Вы себе не представляете, как ребятам это интересно. А почему интересно? Потому что интересны учителя. Они умеют увлекать этих детей за собой вот в этот мир. Пусть это будет вышивание, пусть это будет готовка с поваром на кухне. Они учат сервировать столы, они учат ходить в гости, принимать гостей. Общению вообще вот... Настолько разностороннее. Настолько разностороннее. Поэтому можно этим родителям позавидовать. Как с их детьми занимаются и как их любят. Начиная вот с факты, ребенок переступил порог школы. Вахтер знает каждого ребенка и по имени, и по фамилии, и по его другим таким качествам. Она и застегнет, и расстегнет, и завяжет шнурок, и поможет. То есть они уже вот эту заботу начинают чувствовать с порога школы. Поэтому хочется, чтобы школа была успешной, и чтобы дальнейшая жизнь этих детей тоже была так же интересна и так же успешна. Что ж, Надежда Магомедовна, спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам в гости. Мы желаем процветания вам и вашей общеобразовательной организации «Частная школа Медина». Я напоминаю нашим телезрителям, что гостем сегодняшней программы была директор автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Частная школа Медина» Канцерова Надежда Магомедовна. Социальная сеть MySpace пользуется особой популярностью у молодых пользователей сети интернет. Самой обширной возрастной группой этой социальной сети являются люди в возрасте от 18 до 24 лет. На всех изображениях гаджетов на сайте Apple одно и то же время – 9.41 для iOS-устройств и 10.50 для Mac. Внедрение виртуальной реальности в образовательный процесс, перспективы развития данного направления. Поговорим на эту тему с экспертом сегодняшней программы Ибрагимом Татаркуловым. Здравствуйте, Ибрагим. Здравствуйте, Мадина. Итак, виртуальная реальность и образовательный процесс. Насколько сегодня это действительно возможно и какие плюсы? Следует обратить внимание на тот факт, что на сегодняшний день уже рынок VR, виртуальной реальности достиг очень высокого уровня развития. Как вы уже сказали, данная технология очень активно применяется в образовательном процессе, в школах, в высших учебных заведениях. Также, помимо этого, VR очень активно используется и в социальных сетях уже на сегодняшний день его начинают использовать. Также, помимо этого, VR начинает применяться во многих тех сферах, в которых имеет место быть воспроизведение медиаматериалов, необходимых для дополнения какого-либо процесса. Если мы говорим об учебной деятельности, то на сегодняшний день технологии VR больше всего применяются на уроках географии, химии и истории. Следует обратить внимание на тот факт, что уже на протяжении трех лет технология VR активно применяется не только за рубежом в образовательном процессе, но и в России. Второй год, если я не ошибаюсь, уже данные технологии внедряются и в некоторых школах, к сожалению, на сегодняшний день их не так много. И в Северо-Кавказском федеральном округе. Карачаево-Черкесия в данном случае не является исключением. Помимо этого, следует обратить внимание на тот факт, что и на уровне федеральном уделяется достаточно большое внимание данной технологии при ее применении в рамках реализации образовательного процесса. О чем говорит выделение грантовых средств, фонда президентских грантов Российской Федерации. Также, помимо этого, выделение средств конкурса грантов как федеральных, так и окружных Федерального агентства по делам молодежи, которые также финансируют те проекты путем предоставления грантов либо субсидий. Цель которых заключается в том, чтобы применить, в том, чтобы эффективно внедрить, в первую очередь, а уже в дальнейшем, и продолжать применять VR-технологию в образовательном процессе. Следует обратить внимание еще на тот факт, что помимо технологии VR, на сегодняшний день предпринимаются попытки по внедрению технологии AR. AR — это уже дополненная реальность, есть принципиальные отличия между этими двумя технологиями. Каким образом повышается уровень образования благодаря применению этих технологий? Насколько это действительно полезно? Могу привести пример. Что будет более эффективным? Просто прочитать, скажем так, главу о том или ином историческом событии, или же прочитать, а уже и дополнить, увидеть, скажем так, воочию, посредством применения технологии VR в образовательном процессе. Когда вы в некоторых случаях используете форматы 360 градусов, когда вы в данном формате можете рассмотреть то или иное историческое событие, которое произошло. Вы его точно не забудете. Это в первую очередь объясняется и тем, повышение уровня эффективности учебного процесса в данном случае объясняется и тем, что в данном случае уже идет восприятие сразу по нескольким направлениям. И оно сопровождается еще и немаловажной эмоциональной составляющей, которая, в свою очередь, как раз-таки повышает процент тех знаний, которые у вас остаются, скажем так, на жестком диске, а не в оперативной памяти. Спасибо, Ибрагим, за то, что высказали мнение на эту тему. Я напоминаю нашим телезрителям, что экспертом сегодняшнего выпуска был Ибрагим Татаркулов. Если вы хотите побывать в гостях нашей передачи или выступить в роли эксперта, звоните по указанному номеру телефона или отправляйте свои электронные заявки. Один известный человек как-то сказал, если человек уверенно движется по направлению к своей мечте и стремится жить такой жизнью, какой он себе вообразил, то успех придет к нему в самый обычный час и совсем неожиданно. С вами была программа «Свое дело». До свидания.